На Чувашской земле рождено немало талантливых художников, графиков и живописцев. Один из них – наш земляк Евгений Емельянов. Главный художник Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и связи Санкт-Петербурга. Его картины – это бои, сражения, походы и войсковые будни. У каждого из полотен своя история, которая заставляет остановиться и задуматься. Экспозиция под названием «На своей земле» развернулась в Чуваксарском центре современного искусства. Церемонию открыл директор Чувашского государственного художественного музея Геннадий Козлов. И название этой выставки «На своей земле» – вот эти два момента. Историческая живопись, которая описывает историю нашей страны великой, весь ее тяжкий и непростой путь и свою родину связать воедино. Мы знаем, Евгений Юрьевич родился в селе Тагаево Маринско-Парсадского района. И здесь, на этой выставке, рефреном проходит произведение, связанное с его любимой деревней. И это чувствуется в его произведениях. Действительно, вот наши земляки, которые в Санкт-Петербурге живут, они скучают этим по нашей земле Чувашской, потому что она энергетически их подпитывает. И они, нет-нет, возвращаются к ней, как вот Анатолий Петрович, приезжают чуть ли не на целое лето и устраивают пленеры. В основе экспозиции 160 графических и живописных работ. Картина знакомит с историей России от Древней Руси до Великой Отечественной войны. Живописные работы автора демонстрируют батальные сцены, которые отличаются эмоциональностью и экспрессивностью. При этом, благодаря мастерству Евгения Емельянова, полотна удивляет проработанными деталями и достоверностью. Художника поздравила председатель Союза женщин Чувашии Наталья Николаева. Она отметила, что Евгения Юрьевича по праву можно назвать летописцем русской ратной славы. Я очень признательно и рада, что Евгений Юрьевич отозвался. Мне интересно, что это человек, с которым я со школьной скамьей вместе росла. Я видела период его становления, его желание вот этого творческого духа найти свою какую-то миссию серьезную. Он действительно несет миссию большую. Спасибо тебе большое за то, что ты делаешь, за ту красоту, за то творчество, которое ты создаешь. Я говорю, это останется на века. И очень, наверное, многие моменты, которые были утрачены в истории, да, ты восполняешь и даешь действительно колоссальную возможность еще больше сохранять нашу память, нашу историю. А мы сильны своей памятью. Спасибо тебе большое. Ну, я думаю, что мы еще свидетели не станем ни одной выставки. Надеемся, что ты уже почаще будешь к нам приезжать и радовать своими работой. Спасибо. Живописцы, рожденные на Чувашской земле, никогда не забывают о своей малой родине и сохраняют дружбу. Именно в этом и есть единство. Деды жили по соседству, я прекрасно помню, твоего дедушку. И то, что вот только что было сказано, много палатливых художников из земли Мариинска-Пасадской, ну, это, на самом деле, это получилось, видимо. Да и вообще земля Чувашская – это исконно древняя живительная сила. Где бы ни были, в каких бы странах и на какие, по крайней мере, опять же, в Великой России, мы все равно привязаны, мы живем на нашей Чувашской земле. Такое событие стало возможным благодаря члену Большого Совета Чувашского национального конгресса Владимиру Живову. Именно он объединяет Чуваш, которые сейчас живут в городе на Неве. Министр культуры по делам национальности и архивного дела Чувашской республики Светлана Каликова отметила, что такие выставки очень важны, чтобы воспитывать в людях патриотизм и гордость за свою страну. Я думаю, что мы будем едины в том, что, когда смотришь на работу Евгения Юрьевича, у него абсолютное чувство гордости из-за Чуваши, которая подарила всей стране такому замечательному, великолепному художнику и за историю России. Вот здесь, на стене, слева, если вы смотрите, у меня есть картина, которая называется «Наши села». Правда же? «Наши села». Евгений Юрьевич, он главный художник военно-технического музея. И вот буквально недавно мы с музеем подписали соглашение о сотрудничестве. И вот в рамках было соглашение, это первая выставка, которая открылась на Чувашской земле. Она приурочена в годы выдающихся земляков. И когда мы говорим о наших выдающихся земляках, мы, конечно же, в первую очередь говорим и о тех людях, которые сегодня рядом с нами творят историю. И Евгений Юрьевич как раз из тех людей, которые творят историю. Кроме того, Светлана Каликова вручила автору благодарность за вклад в развитие изобразительного искусства от главы Чувашской республики Олега Николаева. Мы рассчитываем на дальнейшее благотворное сотрудничество как с самим музеем, так, конечно, Евгения Юрьевича с вами. Разрешите поблагодарить вас и вручить вам благодарность за вклад в развитие изобразительного искусства от главы Чуваши Олега Алексеевича Николаева. Так что такие полотна очень нужны сейчас, введя каждой картины и любовь к родине. Это каждый, наверное, ощущает, когда заходит в эти залы. Вот. Естественно, мы уже давно ведем такую работу наши чувашские художники и художники диаспоры, чувашская диаспора, которая проживает в Санкт-Петербурге. Есть такое понятие, как чувство родины. Это чувство выражено у кого-то слабее, у кого-то сильнее. Есть образ большой родины. Это наша великая страна с великой историей, частью которой мы все являемся. Есть малая родина. Это место, где ты родился. Надеюсь, после посещения этой выставки в людях станет чуть больше благородства, чести и доблести, сказал Евгений Емельянов. Экспозиция доставит зрителю не только эстетическое удовольствие, но и наполнит душу возвышенными чувствами. Посмотреть полотна можно до 20 июля. Елена Яковлева, Юрий Гурьянов. Жизнь столицы.